Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Очередной влог. Каждый день в 11 часов у меня выходит видео. Вы уже, наверное, привыкли к этому режиму, и чтобы ничего не менять, я стараюсь каждый день что-то снимать. Возможно, мои домашние влоги вам не очень интересны, но по-любому я стараюсь что-то там вот показать, как есть оно на самом деле. То есть специально ничего не придумываю, специально, чтобы влог был интересный, специально куда-то не иду. У нас, например, сегодня вечером, получается тренировка, и уже сперваны, и я вам засниму, покажу там все, думаю, что вам будет интересно. А сейчас мой завтрак начинается с роллов. Я заказала себе обалденно вкусные роллы. Сейчас нужно их разложить и покушать. Это доставка, это просто пушка, прям горячие приходят. Не обращайте внимания на вот эти звуки, это у меня кондиционер. Вот такие вот красоточки. И последний это вот. Я очень люблю роллы с креветкой. Этот сет весь состоит из креветок. У меня стресс, девочки. Твиксик начал писать, где попало. Мы поменяли ему место лотка, теперь он никак не может сообразить, где же его туалет. Что делать? Подскажите. Сегодня насал мне на тапочке, хватит писать, где попало. Причем мы ему несколько раз показали новое место лотка, даже несколько раз он туда ходил. Но после того, как мы поменяли место, теперь он писает просто везде. Подскажите, пожалуйста, в комментариях, что делать, как решить этот вопрос. Как объяснить ему, что дорогой сынуля, надо в туалет ходить вот сюда, а не туда. Находят себе укромные местечки. Везде по всему дому устроил себе небольшие такие мини-туалеты. Мама посадила какой-то специальный сорт перца, и Твиксик ходит и там пенсит на него. Знаешь почему? Потому что этот перец находится на месте бывшего его туалета. Мама говорит, хватит позорить моего Твиксика на такую большую аудиторию. Вы просто посмотрите на его сладкие носки. Наконец-то мои ручки дошли до педикюра. Я уже давно хочу себе купить летнюю обувь чуть-чуть на каблуках, но из-за своих ноготков я не могу идти мерить обувь. Поэтому я решила переделать. И, к сожалению, мне придется подстричь прям под корень свои ноготочки, потому что в кроссовках в спортзале неудобно с длинными ногтями на ногах. И самое сложное, это выбрать цвет. У меня был красный. Я хочу какой-то светлый, чтобы ноги выглядели максимально загорелыми. Либо этот голубой, либо вот этот вот оранжевый. И можно вообще просто белый. На руках я хочу в следующий раз себе сделать френч. А на ногах давайте все-таки сделаем вот этот голубой. Он очень красивый и классно ложится. Чтобы было удобно и никуда не надо было бегать, я сразу притащила ринглайт и все, что нам с вами необходимо. А гейлаки я в основном использую вот эти вот от Jeff. Мне очень нравится, как они наносятся, как они держатся. И стоят недорого абсолютно. Если вы живете в Баку, то настоятельно советую вам эти гейлаки. Я уже почти закончила. Осталось только высушить топ. Посмотрите, кто мне помогает. Фиксик! Ну все, педикюр у меня готов. На самом деле не очень красиво смотрится. Просто потому, что я отрезала ногти прям под корень. Но во время спорта они мне мешаются. Поэтому пришлось сделать так. Как тебе, малыш? Тебе нравится? Ты заценил мои ножки. Уже потихоньку надо собираться на спорт. Я, пожалуй, буду в этом костюмчике, который мне нравится больше всего. И здесь вот такой топик. Очень удобный. Кстати, я иду сегодня не одна, а в первый раз мы идем вместе с перваной. Беру обязательно с собой воду. Мы покупаем в больших канистрах. Я себе заполнила вот сюда. Надо, кстати, бутылку себе нормальную стеклянную купить. Шампунь и средство для снятия макияжа. Вообще, по идее, нужно купить миниатюрки и заливать туда. Но все, руки никак не дойдут. Поэтому пока что беру с собой вот такие бандуры. И как вы думаете, кто кого ждет? Я пока сижу, жду. Меня пинают тут мячиком. Как могут. И вот уже идет фарвана, да. Она прям бежит. Мы уже будем рядышком. Здесь будут вещи фарваны. Здесь будут мои вещи. Разливаемся. Кстати, ты заценила? Мои ноготочки классные. Еще загорелые ножки мои. Смотрите, какие шоколадные ножки. Действительно лучше, да? Стало. Мама меня прям хвалит. Мама говорит, такой равномерный загар получился. Смотрите. Сама себя не похвалишь? Никто не похвалит? Напишите в комментариях, как вы думаете. Классно получилось. Вот так на меня сел костюмчик. Мой любимый. В нем очень удобно заниматься. Как и у всех, у меня тренировка начинается с разминки. Разминаю я и ноги, и руки. Поэтому начинаем мы с беговой дорожки. Сначала просто быстрые шаги ходьба. Потом уже ускоренная ходьба 30 минут. Сегодня у меня тренировка на руки, поэтому мы тренируем руки. А в следующий раз это будут ноги. Как раз мышцы успевают отдохнуть и прийти в тонус. У меня была мечта всегда уметь подтягиваться. И здесь есть такой тренажер, который помогает подтягиваться. И затем уже, когда руки привыкнут, вы можете без этого тренажера уже спокойно на турнике подтягиваться. В общем, в этот тренажер я просто влюбилась. В прошлом зале его не было, потому что тот зал был мужской, а здесь чисто женский. Тренировку я, кстати, для вас не снимала, но уже сняла макияж и скупалась. Первая статья макияж прямо здесь. В форме она тоже такая в полоте. А у нас скромненько идёт. Тренировку мы особо не снимали. Но ничего, как-то в следующий раз, я думаю. А так здесь очень уютненько. Парваны, ты будешь сушиться? Как ты думаешь, с мокрой головой может пойти? Я так ненавижу сушить волосы пеном. После пена они у меня становятся какие-то лунки. Очень неприятные на ощупь. Ну всё, я дома без макияжа. Девочки, расскажу вам кое-что. В общем, занимаемся мы с Парваны в спортзале. Я в первый раз там вижу одну девушку с такой офигенной фигурой, с такой попой. Она такая копчёная, красивая, без макияжа. Такая масечка, короче. Но я-то думаю, что она тренер там. Вот. И я у неё спросила, я говорю, а сколько у вас там тренировки стоят индивидуальные? Она поворачивается ко мне и говорит, я не тренер. И показала она тренера. Я была в шоке. Ей самой нужен тренер. То, что тренер, ей самой необходим тренер. Ну, в общем, девушка была нереально красивая, женственная такая, знаете, фифочка. Я таких люблю. Вот. И мы с Парваны, значит, возвращаемся домой. Возвращаемся и смотрим, что она идёт за нами. Потом она нас обогнала и шла впереди нас. Мы любовались её фигурой. Шли-шли-шли. А потом понимаем, что она заходит в тот же двор, где живём мы. Прикиньте. И оказалось, мы почти соседи. Возвращаюсь к вам через день. Вчера у меня был такой день, знаете, ничего не хотела сделать. Просто чисто разгрузочный день. Кое-что я всё-таки сделала. Но всё равно, вот в неделю хотя бы один день хочется просто провести чисто сама с собой, так скажем, отдохнуть. Хотя я очень люблю снимать контент и всё такое. Хотя бы раз где-то в 10 дней нужно посвятить себе просто отлежаться, отдохнуть и так далее. Но сегодня я опять в бой. Как вы заметили, в последнее время очень много видео выходит на моём канале. Каждый день влог и мукбанг. Это всё происходит потому, что в деревне я отсняла немножко влогов и у меня есть материал. И я хочу в этом же темпе продолжать. Стараюсь делать. Но когда я работаю на этот канал, у меня, получается, страдает бумажный. Мне уже девчонки пишут, ну что, Айка, когда будет бумажное видео. Поэтому сегодня надо хотя бы немножко порисовать. Вы просто посмотрите на эти мимишные, миниатюрные хачапури. Также здесь грузинские брокколи, мой любимый соус. Но вы наверняка уже это видео увидите на канале, потому что влог выйдет потом. А мукбанга у меня нету, чтобы загрузить сегодня. Поэтому придётся уже это видео загрузить. А вообще мне надо сделать так, чтобы сначала выходили влоги, а потом мукбанги. То есть заснять несколько мукбангов, чтобы у меня были в запасе видео. И так будет, я думаю, гораздо интереснее. А то я сейчас показываю, что я кушаю, а вы уже мукбанг видели. Уже знаете, сколько я доела, а сколько нет. Так как вчера тоже у меня был день отдыха, я особо ничего не делала для бумажного канала, как и ближайшие несколько дней. Поэтому сегодня я решила весь день посвятить бумажным сюрпризам. Коллекция у нас с вами будет чехлы на айфончике. Такая коллекция уже была на моём канале. И она набрала 700 тысяч просмотров. Поэтому я думаю, нужно повторить. Сейчас буду делать телефончики. И мне поможет мой чехол. Единственное, вчера сходила, купила себе вот два таких клея ПВА. Хотела в огромном объёме, но не было. Это был максимальный объём. В общем, вот такой вот клей мне хватает где-то на три месяца. Но я себе на запас купила, чтобы было. Продолжение следует...